Ты любитель GTA San Andreas Multiplayer или всё-таки ты любишь Майнкрафт? Если ты любишь и то и другое, то заходи на канал Северная ТВ. Здесь ты сможешь найти летсплей по Майнкрафту на приватном сервере и также сам. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов, а точнее в прохождении нашей второй части замечательной карты о зомби-апокалипсисе. То есть, можно сказать, что это второй сезон карты, которая вам очень сильно понравилась, я на это искренне надеюсь. Поэтому, ребята, если вы хотите больше серий, если вы хотите, чтобы следующая серия вышла прямо сейчас, то всё, что вам нужно, это просто поставить лайк. Потому что мне нужно знать, хотите ли вы продолжение. И что самое главное, не то, что продолжение только вот этой карты, а вообще продолжение карт и про зомби, и вообще любых других. Потому что, ребята, мне важно ваше мнение. Поэтому, ребята, набираем 1200 лайков, выходит новая серия. Каждый ваш лайк решающий. Чем больше мы наберём, тем быстрее выйдет новая серия. Поэтому, ребята, не забываем, я сразу же выпускаю новую серию для своих любимых подписчиков. Также, как я уже сказал, любимые подписчики. То есть, каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас, кто ещё на меня не подписан, приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью. Всё, что нужно, это просто нажать секунду за секунду, нажать кнопочку подписка, и за секунду нажать кнопочку лайк. Да, ребята, я буду действительно очень сильно этому рад, если вы вот это сделаете. Но, в принципе, сейчас мы приступаем к самому видео. Ну что, ребята, сейчас мы будем продолжать. И кто смотрел предыдущую серию, ну, в первую очередь, большое вам спасибо. Потому что на предыдущей серии мы набрали целых 3000 лайков. Ребята, вот действительно, за это я вам прям говорю большое спасибо. Потому что вы реально очень крутые. И набрать 3000 лайков за практически один день, это, ну, просто-напросто достойно уважения. Я просто говорю вам большое спасибо. Вы реально очень сильно крутые, ребята. Ну, в принципе, если вы хотите больше серии, то вы также знаете, что делать. Я вам ещё больше скажу спасибо. Да, ребята. Ну, в принципе, сейчас мы полностью будем сосредотачиваться на самой игре. Ух, очень плохо то, что у нас в скором времени уже наступит ночь. Это, если честно, очень плохо. Но, приблизительно я знаю, где мы можем искать. Где мы можем найти верстачок. Подписчики мне подсказали, точнее, дали мне совет, где я могу вот это всё найти. Поэтому, ребята, вы реально очень крутые. Потому что вы действительно даёте мне мало того, что советы. Вы просто-напросто помогаете мне проходить вот эту крутую карту. То это можно выкинуть. Ух, не нужно было тут задерживаться до самой ночи. Но всё же. Где мы можем найти верстак? У меня есть одна подсказка, которую мне кто-то с подписчиков сказал. То, что мы можем найти верстак. Спрятанный верстак под мостом. Сейчас, ребята, мы это будем проверить. Я думал, я тут пройти могу, но нет, не смогу. Кстати, тут у нас что-то есть. Ух, нифига себе, я прям такой достал длинно руки и нафиг. Мы, ребята, сейчас пойдём под мост. И посмотрим, действительно, Или есть там какой-то верстак, или нет. Потому что, как мне кто-то сказал, Там есть какая-то спрятанная палатка, что ли. Ну, если честно, я пока что ничего не вижу. Может, может, Может там что-то будет. Тут, в принципе, два моста. Да, вот, вот, ребята, вы видите, там что-то есть. Давайте мы быстренько туда пробежимся. Ну, хоть тут нас не тронут никакие зомби. Потому что вы видите то, что они тут не спамятся. И, в принципе, в этой серии мы можем даже немного полутаться вот тут в этих доках. То есть, в этом порту, где у нас тут есть грузовые краны, Где у нас есть тут корабли. Я надеюсь, что они где-то тут будут. Мы можем тут полутаться. Но финальная цель у нас опять будет найти какой-то способ, Чтобы сбежать с этого заражённого города. В предыдущей карте, точнее, в предыдущей части вот этой карты, Мы сбежали с вертолётом. Сейчас, может, мы... Тут, в принципе, вокруг есть море. Поэтому, может, мы найдём какой-то сломанный корабль. Вот, да, тут, кстати, есть. Но я пока что верстака не... Вот верстак. Очень круто. Спасибо тому, кто это написал. Вы реально очень крутые. Потому что тут реально был какой-то маленький лагерь. Тут, походу, прятались люди, которые пытались выжить. Вот, кстати, поломанная машина. Колёс нету, ничего нету. Но зато есть сундучок. Мы это всё заберём. То, что мы там нашли. И, в принципе, знаете что, ребята? Как вы думаете? Может, нам тут сделать свой... 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 Я не знаю, как это назвать. Своё убежище? То есть, в предыдущей части карты... Где мы прятались? В первой серии мы прятались... Ааа... На ферме, да? Как это было в самих «Ходячих мертвецах» во втором сезоне. А потом, во второй и третьей серии, мы нашли себе убежище в церкви. Ааа... В куполе. И это реально было самое крутое и самое безопасное убежище во всём мире. Да, в принципе, и тут под мостом, мне кажется, никто нас не найдёт, кроме бомжей какие-то, которые тоже тут ночуют. В принципе, мы можем тут даже поспать, и никто нас не тронет. Потому что тут всё безопасно, я надеюсь. Ну что, ребята, тут у нас есть верстачок. И, как вы видите, мы можем себе сейчас сделать алмазный меч. Сделать алмазный меч и нафиг выкинуть железный меч. Кстати, тут у нас, в принципе, ещё есть даже какие-то вещички. Это мы можем выкинуть, это мы можем выкинуть. Пока что вот это можем выкинуть. Тут, в принципе, много чего есть. Хм... А я где-то видел, ребята, мы же... Мы, в принципе, вот эту зачаровальню можем поставить где-то вот... Хотя, знаете что, давайте не будем париться, поставим где-то, допустим, вот тут, да и всё так по центру круто. Она прям стала, что замечательно. Ну что, ребята, мы чарим на... Ух! Да! Шарпнесс 1. То есть, не самое лучшее зачарование в мире, но всё же, получить шарпнесс 1, насколько у нас лучше будет урон. Это просто реально круто. У нас прям самый лучший сейчас алмазный меч будет вообще вот тут, в этом городе, потому что мы только тут одни живём. Кстати, тут у нас есть что-то. Ну, тут, в принципе, толково ничего нету. Что мы можем выкинуть? То есть, вы видите, то, что у нас дофига всякого хлама. Мы можем кучу всего повыкладывать, чтобы просто-напросто у нас не валялось в инвентаре. Если что, то мы всегда сюда сможем вернуться, потому что тут у нас будет на данный момент убежище, если вы ещё не поняли. Так, что мы можем сюда? Так, ребята, дайте вот это всё сюда. Пять алмазов. Мы, в принципе, себе шлемочок можем сделать или даже ботиночки. Но, чтобы их не потерять, давайте мы их сохраним вот тут. В принципе, больше ничего. У нас офигеть, как много еды. И вряд ли мы её когда-нибудь потратим. Но всё же, пускай будет лучше больше еды, чем мало. Да, то есть, ребята, все согласны. Вот тут у нас есть какой-то... Хотя нет, мне кажется, это не домик. Вот отсюда я не смогу зайти. Мне нужно будет вот туда забираться. Поэтому туда мы пока что двигаться не будем. Можем кушать, ребята, к полным животам. Чтобы у нас прям уже вылазила вот эта вся еда через все щели. Потому что еды у нас офигеть, как много. И мы можем кушать и даже делиться с ближними зомби или там ещё с кем-то. Это у нас паров... Нет, это у нас не паровозики. Это... Ну, вы поняли, да? Это для вот этих подъёмных крамов. Не то, что даже подъёмных, а грузовых. Разработчики, вы что-то тут... Вы кнопочку тут забыли поставить. Но ничего, ребята. Не зря же я магии учился. Не зря же я магический паркур проходил. Поэтому я смог оттуда выбраться как. А вот это секрет, да, ребята? Тут у нас куча контейнеров. И тут у нас... Хм... Тут у нас, походу, прятались или охранники, или начальник вот этого порта. Порт оф Броуд. Порт Броуда. Что у нас тут есть? Печенюшечки. Заберём, ребята. Тортик. Мы можем тут тортика нахаваться. Офигеть. Я не знаю, почему разработчик вот этой карты добавил тут офигеть, как много еды. В принципе, если честно, она даже нам не так уже и нужна. Потому что еды тут реально очень много. Лучше бы ты каких-то вещичек нам что-ли дал. Кто помнит, ребята, в предыдущей, верю, в предыдущей части вот этой карты было очень много... Ну, не то, что много, но, в принципе, по мере прохождения самой карты мы могли найти фулл алмазный сет. Потому что он был как будто раскидан, знаете, он был раскидан по... Ну, по различным частям города, да. То есть, что у нас тут есть, тут ничего у нас нету. Он был, в принципе, раскидан и мы могли его собрать, если мы хорошенько поискали, да. Если... Так, я думал, сюда можно забраться, но нет. Если бы мы его хорошенько поискали, то мы бы его нашли. В принципе, что я и сделал, да, в конце самой карты. Но тут я пока что не знаю. Тут, в принципе, много всего чего есть, но... Ну, тут, да, это корабль. Это у нас большущий корабль, как я понял. Тут у нас туда нету ничего. То есть, мы туда зайти не можем. Тут мы тоже зайти не можем. Я тут что-то еще видел, что-то тут было. Кстати, вот сюда... Нет, туда я только... Или могу я сюда подняться? Мне просто интересно. У нас там вроде где-то был подъем... Да, я могу сюда забраться. Вот подъем на кран. Мне интересно, можно ли там что-то найти. И будет ли там что-то полезное. Как вы... Ребята, вы заметили то, что сейчас вообще ни одного зомби нету? Они, походу, все где-то попрятались. Круто. Ну, если бы мы еще краном управляли, было бы вообще офигеть как круто. Тут у нас ничего. Главное, чтобы разработчики опять кнопочку не забыли поставить там, где нужно ее поставить. Это реально фэл какой-то. А сейчас мы прямиком через вот этот кран заберемся... Заберемся на корабль. Будем кушать, кушать и кушать. Заберемся на корабль. И тут у нас палуба, да? Вот тут, как я понимаю, у нас главная палуба. Где у нас капитан находился. И всякие дела. Сейчас мы туда пойдем и попробуем что-то найти. Может... Может тут будет какой-то маленький поломан... Вот. Может тут какой-то поломанный кораблик или лодочка будет, с помощью которой мы, если нужно будет, допустим, мы ее отремонтируем. Да, если она, допустим, будет поломанная. Твою мать, хотел прыгнуть. Упал. Если она, допустим, будет поломанная, да, мы ее отремонтируем, если что. Избежим с этого зараженного города. Только, как я уже сказал, нужно найти способ. Нужно, ребята, найти способ. Так. Тут у нас... Тут у нас... Тут у нас... Тут у нас... И тут у нас... Опа. Ху! Куча, 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 куча. Fire Resistance. Я, в принципе, не знаю, нужен ли нам тут Fire Resistance вообще на этой карте. Я, если честно, на вот этих картах даже лавы никогда не видел. Поэтому... Лестница. Лестница куда? Куда нас вот эта лестница приведет? Ага. Кабинс. То есть каюты, да, можно и так сказать. Это у нас тубзик. В тубзике у нас ничего нету, как обычно. Кабинс. Вот. Тут у нас кто-то жил. Кто-то жил. Ну, что-то он не очень так хорошо жил. Потому что ничего он нам не оставил. Ух ты, компьютеры тут. Тут у тебя, походу, кто-то тоже жил. Потому что тут две кровати, значит, чувак тут развлекался по ночам. Кто у нас тут есть? Ох, тут вообще групповушки были нафиг. Четыре кровати или сколько? Да, четыре. Ещё вот это возьмём и вот это. Если честно, вот это было бы прям идеальное место для того, чтобы выживать. Потому что на вот этих кораблях... Точнее, на вот этом большущем корабле, если честно, ещё до сих пор не видел ни одного. Ничего зомби. Нифига себе, тут куча всего. Так. Офигеть. Разработчик. Может, ты создавал вот эту карту для какого-то жердяля. Я не знаю, который точит днём и ночью, днём и ночью, днём и ночью. Просыпается ночью, идёт точить. Раном, утром идёт. Раном. Это украинское... Украинский язык во мне разговаривает. Утром идёт. И начинает тоже что-то точить, точить. И круглый... Офигеть. Кто у вас тут нафиг жил на вот этом корабле? Какие-то людоеды или какие-то... Я не знаю, нафиг. Команда крокодилов и каких-то львов, которые днём и ночью питались одним мясом. Потому что мяса у нас дофига. На принципе, у нас и... У нас вообще дофига всего. И печенюшек, и яблок. Офигеть. Я не знаю, ребята, кто там жил. Пишите свои предположения в комментарии. Мне кажется, какие-то людоеды нафиг. Потому что... Ну, кто может ещё столько жрать? Кто может ещё столько жрать? Что у нас тут есть? Дождик, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты сейчас шумел. Ребят, я извиняюсь, но я буду выключать вот эти дожди. Потому что, ну, вы сами знаете то, что они шумные. Не все любят слушать дождь. Вот тут у нас есть карта. Карту я не знаю, есть ли смысл брать. Тут у нас больше ничего нет. И тут у нас, как обычно, тортик есть. Тортик всегда нужен, тортик всегда важен, ребята. Запомните вот это. Но! К большому сожалению, я о том, что на этом корабле я ничего толкового не нашёл. Я думал, тут будет офигеть. Что? А может, тут у нас какая-то будет. Вот. Что у нас тут будет? Тут у нас... Ух ты, нифига себе! Это какая-то спрятанная нычка, ребята. Мы нашли 14... 14 фаерворков, если читать по-английски. Так же удочку и компас. Компас я не вижу смысла брать. Но фейерверки... Давайте возьмём и знаете что, ребята? Давайте один запустим в конце этой серии. Мне кажется, будет реально круто. Только как мне вот выбраться отсюда? Круто. Это спрятанное место, ребята. Вы поняли то, что это какая-то нычка была. То есть это специально сделали, чтобы человек это нашёл, обрадовался. Мол, во, во, какой я крутой. Я нашёл вот то-сё. И, в принципе, мы выбрались с этого корабля. И сейчас мы можем побежать в другое какое-то место. Сейчас, ребята, я смотрю, сколько уже серии идёт. Куда мы можем сейчас побежать? У нас, в принципе, есть там ещё полицейский участок. Но почему-то у меня есть вот такое ощущение, что в полицейском участке что-то будет. Что-то, что-то, что-то будет. То есть, может какая-то реально... Может... Сейчас, дайте я смогу тут как-то... Да. Хотел прыгнуть. Спейс не заработал. Или я его просто-напросто поздно нажал. А, может, в поликлинике у нас что-то будет. Сейчас пойдём посмотрим. Я там дальше ещё в другом конце карты видел богатые районы. Там, где живут реальные миллиардеры. Поэтому мы, в принципе, можем ещё даже туда сбегать. И посмотреть, что мы там можем найти. В принципе, с этим... С этим мечом нам вообще нечего бояться. Тут у нас сейчас будет куча зомби. Но они нам нафиг не страшны. Потому что мы их будем убивать с трёх ударов. Тут у нас куча лечилочек. Потому что, как я понял, это реально больница. И, в принципе... Ай-яй-яй, дайте, дайте, дайте... Всё, хорэ спамится, хорэ спамится, хорэ спамится. Я понимаю, что вы очень крутые. О, джамп буст, нам нужен джамп буст. В принципе, вряд ли вы меня даже убьёте. Ну, если вы, конечно, вот такой кучей на меня налетите, то, конечно, убьёте. Всё, ребята, давайте отсюда вылазить. Давайте убегаем отсюда. Двери... Нет, двери мы не можем закрыть. В принципе, всё. Тут мы всё облутали. Вот там у нас полицейский участок. Тут у нас... Что это у нас такое вообще? Они за нами следуют, ребята. Убегаем. Вот это полицейский участок. Я, если честно, не вижу смысла пока что туда ещё идти, потому что... Мне кажется, там будет реально что-то важное. Ну, это лично моё мнение. Но, если честно, я пока что туда ещё идти не хочу. Твою нафиг. Твою... Твою... Твою за ногу. Да ты чё нахрен? Я не мог туда зайти. Офигеть. То ли это лаги какие-то, то ли это ещё... Вот. То ли это я кривоватый какой-то. Что у нас тут есть? Лошадочка. Да, это у нас пожарная станция. Ребята, вы помните то, что мы нашли алмазную броньку для... Я не бил её. Просто правой кнопкой нажал. Чтобы, ну, как бы сесть, да? Она не захотела. В принципе, мы нашли алмазную броньку. Здрасте. Никого. Это та же пожарная станция нафиг. Мы можем вот эту броньку потом одеть на вот эту лошадочку. И попытаться её оседлать. Ну, или, в принципе, седло найти. Если мы, конечно, это сможем сделать. А в этих домах мы уже вроде были, или мне всё-таки кажется... Я не знаю, ребят. Вот в этом мы 100% были. Я помню этот дом. Прям идеально я его помню. И вот этот следующий я тоже помню. А дальше у нас ничего нету. Да? Тут у нас есть... Это поезды. Это машины. Тут больше у нас ничего нету. Это закрытая зона какая-то. Всё. Больше прохода нету. Поэтому, ребята, что нам ещё осталось облутать в этом городе? И если честно, мне кажется, что следующая серия уже будет последней. Мне кажется, она реально уже будет последней. Потому что мы уже выживаем очень отлично в этом городе. Хоть это и вторая серия. Это уже вторая серия, но мы справляемся прямо на ура. И это благодаря вам, ребята. Без вас я бы вряд ли справился. Но всё же. Тут, в принципе, очень машин. Мы это всё... Очень много машин. Мы это всё можем сейчас облутать. Но лень, ребята. Лень. Лень мне вот это сейчас всё лутать. Мы, в принципе, даже ещё вот в этом доме не были. Вот в этом большом доме. Мы сейчас можем туда пойти. Это большущая гостиница, как я понял. Да, тут, как видите, у нас есть даже входной двор. Да, тут люди загорали. Тут у нас, походу, бассейн какой-то был. Был. До зомби апокалипсиса. Так, тут у нас тоже вход-вход, выход-выход. Тут у нас приёмная, да. А тут у нас ничего. Значит, ребята, мы сейчас будем подниматься и лутать всё подряд. То, что мы только сможем найти. Сундучки. Я очень хочу надеяться, что мы сможем найти. Тут у нас кухня. Мне кажется, мы тут были. Мне кажется, мы тут были в пред... Да, мы тут были в предыдущей серии. Да, я помню это место 100%. Мы тут были. Но мы не поднимались наверх. Мы не поднимались наверх. А тут всё-таки есть и лестницы. Ух ты! Здрасте. Они начали тут... А, да, я помню, я помню, я помню. Да, вот тут... Твою, залево, налево. Вот тут мы закончили серию. Вот в той кухне. Мы, в принципе, даже в этом здании заканчивали серию. А я сюда же и вернулся. Раз я возьму и стукнусь просто-напросто в эту... Так, это что у нас тут? Что это у нас тут такое? Это роддом нафиг или что это такое? Приёмные какие-то. Миграция ли это тоже что? Ребята. Ну, тубзик, тубзик. И он и в Америке, и в Африке тубзик. Поэтому не будем этому удивляться. Но всё-таки тубзик опять. Много тубзиков. Да хора за... Твою напугало прям. Хора за мной следовать. Как видите, они прям за нами движутся. Это всё-таки... Всё тут одинаково. Опять ты дождяра нафиг. Всё же, ребята, мне кажется, это реально... Да, это... Это ещё одна больница. Только это большущая больница, да? Так, тут у нас ничего. У меня есть такое ещё... Ух, ты опять меня напугал. Может где-то на высших этажах у нас будет... Какой-то спрятанный лут. В том смысле, то, что будет что-то ценное. Давайте мы сразу же поднимемся на самый большой... На самый высокий этаж какой-то у нас тут будет. Я, если честно, даже не смотрел. Это уже шестой этаж. Тут у нас крыша. Тут у нас крыша. Тут у нас что? Тут у нас опять... Вот тут должен быть вертолёт на вот этой крыше. Мне кажется, то, что он тут может будет, может не будет... Посмотрим. Мы же ещё не были в полицейском участке. Мне кажется, то, что ключевой момент будет именно там. Может мы там что-то найдём, что поможет нам сбежать. Как я уже сказал на начале серии. Может мы сами возьмём и просто-напросто вызовем вертолёт нам на помощь. Да. В принципе, тут ничего нет. Опять тупзик. Может мы реально... Ну фиг его знает, ребят. Посмотрим. Я не знаю, какая будет концовка в этой карте. Затоплена. Посмотрим, может реально будет что-то эпическое. А может мы опять найдём какой-то или корабль, или вертолёт, или машину. Или просто банально возьмём и оседлём. И сейчас, сейчас, дайте, дайте выбежать. И просто-напросто оседлаем лошадочку и убежим. Как вы думаете, ребята? Вот какая ваша... Ну, не то что идея. Какое ваше желание, чтобы... Как бы я сбежал с города? Вот сейчас, ребята, пишите в комментарии. Какой способ вы хотите, чтобы я выбрал, для того, чтобы сбежать с этого города? Или вертолёт, или корабль, или машина, или лошадка. Ну, или что там ещё может быть. Фиг его знает. Может там ещё что-то есть. Допустим... Я не знаю, ребята. Вот придумайте... Вот придумайте ваш вариант. Или я, чтобы крылья где-то нашёл и на крыльях отсюда нафиг улетел. Или я, чтобы я Херабрина призвал, и он меня забрал в свою страну. Или лучше... Нет, нет. Лучше не надо. Ну, посмотрим, ребята. В принципе, мне кажется, на этом уже можно кончать... Нет. На этом кончать не можно. На этом можно заканчивать, ребята. Поэтому сейчас мы найдём какое-то местечко, где можно переночевать. Или что? Или знаете что, ребята? Вот мы закончим прямо тут, возле этой лошадки. У нас есть один фейерверк. Мы закончим прямо тут. Вот так. Да. Ух ты, нифига себе! Вы за мной следуете? Или это я зомби вызвал? А, нет, они тут спамятся. Уйди, уйди! Нечистая сила! Ну, прикольно, прикольно. То есть мы нашли 14 фейерверков. Это реально была какая-то спрятанная зона, где мы вот это всё нашли. Там у нас лес. Тут у нас полицейские уча... Дайте мне пройти. Тут у нас полицейский участок. И сюда мы, ребята, пойдём вслед. Тут у нас зомби, да, будет спаиваться? Да. Тут будет куча зомби. Ну, сейчас, ребята, мы туда не будем забегать. Да, не будем. Я сказал не будем забегать и сам хотел забежать. Мы сейчас заберёмся вот сюда. Или просто тут где-то постоим. И, ребята, на этом мы будем заканчивать... Да, опять тут вот этот... Вот этот лифт. Короче, ребята, мы реально сейчас уже будем заканчивать. Я говорю большое спасибо за просмотр. И не забываем, ребята, каждый ваш лайк для меня очень важен и очень ценен. Да, я все лайки ценю. И также не забываем то, что каждый ваш лайк просто-напросто сокращает время ожидания новой серии. Как только мы наберём 1200 лайков, сразу же выходит новая серия. А если мы наберём больше, то, ребят, ну, честно, я прям вас всех рассылаю. Потому что на вот этом прохождении вот этой замечательной карты мы, в принципе, на каждой серии набираем по 3000 лайков. Ну, и это только благодаря вам. Как я вижу, вам нравятся карты про зомби-апокалипсис. Поэтому, ребята, если вы хотите больше таких карт, просто напишите в комментарии, поставьте лайк. Я просто это узнаю и буду больше и чаще искать и проходить такие крутые карты. Поэтому, ребята, не забываем ставить лайк, как я уже сказал, чем больше лайков мы наберём, тем быстрее выйдет новая серия, финальная серия прохождения вот этой карты. И также не забываем писать свои способы для того, чтобы сбежать заражённого города. Да, ребят? И также не забываем подписываться на мой канал. Каждый мой подписчик, это мой друг. И я буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую и дружную семью подписчиков. Всё, что нужно, это просто нажать на кнопочку, которая находится вот там в том уголке. Красненькая кнопочка с надписью подписка. Если ты, конечно, её ещё не закрыл. Но если всё-таки закрыл, то не расстраивайся. Потому что под видео есть также красненькая кнопочка с надписью подписка на канал. Я буду очень сильно рад, если ты потрачишь одну секунду, чтобы поставить лайк и одну секунду, чтобы подписаться на канал. Ребята, на этом мы будем уже заканчивать. Я ещё расскажу вам большое спасибо за просмотр. Именно тем, кто досмотрел это видео до конца. Потому что, ну, немного людей досматривает видео до конца. Многие его просто то ли выключают, то ли перематывают. Но если вы это сделали, точнее досмотрели, то большой вам респект. Я ещё расскажу, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.